Привет, друзья и подруги, подписчицы и подписчики, фанаты и фанатки. Мы находимся на реке Коксу на северо-западе Узбекистана. И вот сегодня мы покажем вам, как ловить форель в горной реке. Вот в этой заводе вчера поймали две форели. Вот таким способом на кузнечиках. Ага, там еще вот эти пенопластовые шарики. Вчера тоже были они? Да. Чтобы они поднимали, да, этого? Да. А-а-а, а поводки если покороче сделаешь, чтобы они не путались? Блин, что-то не знаю я-то. Оба запутались. Вчера что-то ничего. За ночь накрутил. Ну вот их течение мотает, а они запутались, да? Да, похоже. Ну ты их надо покороче делать, как вот резинка снасть есть, да? Чтобы они друг для друга не доставали. Они не доставали друг за друга, они не доставали. Само, видимо, на территории. А-а-а. Они запутались с основной леской, что ли? Да. Сколько, три, что ли, поводка? Нет, два. Так. Грузила ложка. И вот такой огромный поплавок с карабинчиком. Спиннинг. Советский. Катушка. Это Невская или Киевская? Невская катушка. Это ветеран рыбалки Николай Акимов. 71 год. Но он даст фору любому молодому. И так, волнующий момент. Снасть устроена вот так вот. Вот так. Еще раз продемонстрируйте, пожалуйста. Где-то полтора метра глубина, да? И поводок нижний стоит от... Ага. Вот так вот. По горным камням. Раз. Вон туда. Ага. Вот как. Вот как. Вот так вот будет. Когда форель клюнет, она сразу потащит. Где-то форель на 400 грамм поднимает грузила ложку. Может, ее надо было поближе туда под... Или нет. К буруну. Вчера так было, да? Результативно. Ну, значит, будем ожидать результата. Мы пришли ловить форель, блеснами пытались и только к концу второго дня выяснили, на что лучше всего ловить. На кузнечика. На кузнечика. Вот участники похода. Это руководитель похода. Вячеслав Юрьев. Ветеран горного туризма. Заслуженный гид республики Узбекистан. И вот такие вот пейзажи. Ветеран горного туризма. 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 Ветеран горного туризма.